здравствуйте друзья с новым годом хочу пожелать вам в первую очередь здоровья ну и соответственно успехов денег там радости веселья всякого но первую очередь здоровья дома не сидится все-таки вот приехал на работу я тут один в столярных цехах как таково одному работать нельзя по некоторым таким вот понятием что не дай бог что то помочь некому так что я на станках особо работать не буду такое может быть на маленьких каких-то но что я хочу сегодня сделать я хочу продолжить реставрацию реставрацию называть наверное нельзя это не реставрация это больше как ремонт реставрация как я понимаю его следовало бы разобрать этот стульчик полностью это сразу отпадает сторону он не разбирается видно до меня он уже был у какого-то реставратора потому что он собран на гвоздях то щупы кто-то тот самый реставратор реставратор продублировал вот такими вот гвоздями восьмидесятыми кабанчиками их они были забиты успешно забиты они там поржавели и короче говоря их вытащить я не знаю как так чтобы не разломать стул ломать стул нельзя первых это не мой стул во-вторых ну чё я буду ломать чужой стул во-первых он красивый ну короче говоря это не вариант поломать стул это не вариант и разобрать его как я ныне не представляю как его разобрать хотелось бы вообще-то его разобрать перемазать все шипы клеем и по новой его собрать чтобы ушел вот этот вот шат здесь видно да у него есть такой шат значит уже определился я разбирать его не буду я с обратной стороны вот здесь поставлю косыночки поставлю косыночки и надеюсь это придаст ему жесткости я не знаю если вам будет видно в углах там были речки приблизительно таким методом интересным пучковым такой метод если есть такой термин в общем по 15 гвоздей в одно и то же место они вот так вот буквально как пучками забиты в каждый угол была речка через речку вы были набиты просто вот просто невероятное количество гвоздей реки находились просто две реки продольно вот так вот они не составили никакой жесткой фигуры соответственно никак на жесткость оно повлиять не могло я их поставлю по диагонали постараюсь подогнать их ну вообще прямо вот в эти вот углы хотя это не столь важно главное чтобы наши фигуры составили треугольник треугольник это жесткая фигура она действительно дает жесткость значит косынки будут делать не из дуба казалось бы да стул дубовый следовало бы сделать из дуба нет буду делать из-за лихи как ни странно в таких вот случаях при склейке вот именно для такой вот прочности именно я беру вот этот вот момент мягкая порода дерево с твердой породой будет сочетаться лучше она приклеится все же жестче она лучше приклеится и даст большей жесткости место всем недавно сказали тут ребята которые сейчас старые мастера которые работали на пианинке за 40 лет они делали гитары делали музыкальные инструменты и вот на гитара мягкой породе приклеивали твердые породы там где забыла надо чтобы там я была действительно жесткая склейка там где вот струны приходят на кузов гитары на общем человек не связывали лёня приклей с чего-то мягкого будет лучше такие дела по стулу есть реально ряд вопросов которых я не могу понять как можно было сделать такой красивый стул когда заготовка но не точно кривая тут вот угла нету на 40 миллиметрах но 3 миллиметра вот здесь зазор то бишь тут нет угла ни с одной стороны нет так не так и так на всех ножках в общем у стула вообще нету прямых углов подгонять буду сначала бумажечку а потом деревяшечку потому что эту бумажечку легче подогнать а потом если что выкинуть взять другую берем прямой угол которые хотелось бы чтобы он был там ну и сразу делал упреждение настолько насколько она кривая как я это вырежу приложу и посмотрю я подогнал внутренний угол прилаживаю ровненько и пальцами продавливаю бумагу по ребру она у меня отпечатывает угол ну угол линию по которым надо отрезать есть конечно другие методы подобрать подогнать угол но мне кажется так в данном случае быстрее всего все величем не знаю видно нет но мне видно абсолютно точно сейчас я вырежу и перенесу уже вот этот вот шаблончик на деревяшечку вот ребята я вырезал то же самое что на бумажке вырезал на кусочки олехи приложил оно принципе подходит но буквально чуть-чуть надо подогнать на моей новой шаги вот ребята вы видите она подходит практически идеально кое-где сейчас подберу стаместочкой но чтобы она села вообще идеально вот такая вот штука действительно будет держать по периметру этот стол я не то что надеюсь я в этом уверен я подогнал все четыре косынки сейчас я прикручу и я думаю что будет хорошо вот ребята я за кадром перед тем как прикручиваю чурупы подлил немножко пурклея но он тоже свое дает он заполняющего заполнил если там и есть какие-то щелочки но их принципе там нету но стул уже стал реально ну как бы такое уже так он и будет уже больше я не знаю что с ним делать так вот он будет осталось как приклеить мягкую часть я только приклею на пурклей и все и в таком виде он видит заказчику ну в общем и такой вот сегодня ролик на этом все до свидания до новых встреч в этом году